Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Аселяйдар. Сегодня в выпуске. Диктант для всех. Семьичан проверили на знания латиницы. Планы по благоустройству новой мечети в Семее. Командная победа спортсменов Казахстана в Южной Корее. В Семее состоялся республиканский диктант на латинице, в котором приняли участие более тысячи студентов. В целях пропаганды и практического усвоения нового казахского алфавита во всех регионах республики был проведен общенациональный диктант. Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Монбала». Напомним, по поручению первого президента, латинский алфавит планируется полностью перевести в течение шести лет. Жители поселка Северный, который находится в районе Красного Кордона, живут без водопровода, освещения, остановок и дорог. Ситуация не меняется в восемь лет. Люди внеоднократно обращались к властям для решения их проблем. В поселке живет около двухсот человек, в том числе молодые семьи с детьми. Водопровода нет, перебои со светом, нет уличного освещения. Качество дорог оставляет желать лучшего. С 2011 года жители обивают пороки Акимата и пытаются достучаться до чиновников. У нас бабушки собрали подписи в интернете, шапку напечатали сами, как правильно. Они пошли и им дали такой ответ. Мы рассмотрим ваше письмо в течение 15 рабочих дней. После 15 рабочих дней, неважно какой мы дадим ответ, какой будет результат, положительный или отрицательный, вот тогда вы можете записаться к Акиму. Еще одна проблема в поселке – отсутствие детских площадок. Детям приходится играть на проезжей части в окружении бездомных собак. Старые же площадки, вот везде стоят вот эти площадки, турнички какие-то. Ну неужели нам вот здесь хотя бы поставить? У нас даже не зацементировались здесь. Да, детям хотя бы что-то развлекались, а им нечем заняться. Нечем. Мы живем как в глухой деревне. В отделе ЖКХ пообещали начать решать проблемы жителей Северного, но только в следующем году. Мы уже окраине начинаем охватывать, начинаем разработать проектно-смертную документацию. Перспективы в плане у нас есть. Мы на следующий год будем просить средства для разработки проектно-смертной документации с последующей ее реализацией. Это будет на перспективу на следующий год разработка проектно-смертной документации. Если в проектной смертной документации мы в кратчайшие сроки получится ее сделать, мы будем просить деньги на ее реализацию. Жители поселка согласны подождать. Они надеются, что на этот раз чиновники сдержат свои обещания. На днях в городском доме дружбы состоялся круглый стол, где общественные деятели, совет старейшин и имамы подняли вопрос о строительстве и благоустройстве новой мечети в левобережной части города. Участники круглого стола обсудили планы по благоустройству территории строящейся мечети. Главный архитектор Нурлан Жунусов отметил, что в здании уже есть тепло, электричество и подводится канализация. Год назад продолжилось строительство. За это время поднялись 4 минорета мечети. Есть еще большой купол диаметром 18 метров. Сначала мы говорили, что в мечети будет помещаться 3000 человек. Сейчас оказалось, что мечеть поменьше – 1000 квадратов. Будут созданы парковочные места на территории мечети, где будет возможность размещать кортежи на стоянках. В планах есть отдельные места для бракосочетания молодоженов. Будет парковка для 700 машин. Кроме этого, по правую сторону есть заправка. Там тоже будет парковка, на которой поместится 250-300 машин. Также утверждено меню, которое имамы рекомендуют на поминках. Согласно мусульманским обрядам, стол должен быть скромным. В преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе стартовала военно-патриотическая акция «Дорогами славы отцов», «Целью которой является собрать данные о наших земляках, призванных на фронт». Сегодня в городе имеется 15 архивных книг с информацией о призывниках. Эти книги Управление обороны совместно с Акиматом передали учебным заведениям города, чтобы перенести их в электронный вариант. «Книга памяти» позволит, прежде всего, установить историческую справедливость в совершении героизма на полях сражений Великой Отечественной войны. В микрорайоне Карагайлы снова праздник. Застройщики организовали вечеринку соседей, новые жильцы и те, кто уже обустроил свою квартиру, смогли познакомиться и отметить новоселье. Атмосферу праздника прочувствовал и наш корреспондент. «Корш-Лер-Пати» так назвали этот праздник застройщики. Жильцы только рады. Для них это возможность познакомиться с соседями и поделиться радостью друг с другом. В микрорайоне Карагайлы мы получили трехкомнатную квартиру. Очень рады. Жили в Аякузе. Благодарны тому, что строят такие микрорайоны и дают людям возможность приобретать жилье. «Мы сдали документы в банк, ждем рассмотрения. Здорово, что проводят такие праздники. Спасибо. Пусть будет побольше таких вечеров, чтобы все нуждающиеся в квартирах получили их. Ведь крыша над головой – это самое главное». Сегодня в семье и в очереди на получение квартир стоят более 10 тысяч горожан. В приоритете – многодетные, неполные семьи и другие социально уязвимые категории граждан. «Мы максимально хотим, и наша цель – привлечь внимание горожан нашего города, жителей нашего города, для показать, как микрорайон развивается. То, что сегодня этот микрорайон является перспективным. То, что сегодня микрорайон, в котором совершенно новые объекты, улучшены планировки. И то, что сегодня большая половина, более 70% объектов заселены уже». В Карагайлы квартиры можно получить по нескольким государственным программам. Это Нурлыжер, Свой дом и Бактот Пасе. 360 квартир уже заселены. Продолжается прием и рассмотрение документов в отделе ЖКХ и жилищной инспекции, а также в жилстрой Сбербанке, чтобы соседей у новосельцев в Карагайлы было больше. Динара Акалжанова, Акалжан Рахамжан. Информационная программа «Шарайна». Всемирные армейские игры в Южной Корее завершились победой казахстанцев. В состязании приняли участие спортсмены из 106 стран мира. На днях в город вернулся семейчанин, завоевавший серебряную медаль на этих соревнованиях. Согласно результатам состязаний армейских международных игр, наша страна стала лучшей. Поучаствовав во всех конкурсах, казахстанские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. На железнодорожном вокзале города Семей встретили семейчанина Оске Анатолиубекова, который выступал в составе национальной сборной. Я боролся в весовой категории до 70 килограмм. Моими соперниками были спортсмены из Индии, Швеции и Польши. В финале, к сожалению, проиграл сфатки к киргизскому борцу. Не хватило всего лишь одного очка. Отметим, что на данный момент у нашего чемпиона есть свои ученики, которых он обучает японскому боевому искусству дзюдо. Его воспитанники занимают призовые места на республиканских соревнованиях. Хочу поблагодарить своего тренера. Все медали, которые я завоевал на соревнованиях, и мое звание кандидата в мастера спорта, я получил благодаря Оске Нага. Я уже четыре года у него занимаюсь, и, к слову, я его первый ученик. Это не первая победа нашего чемпиона. До этого он участвовал в международных турнирах, которые проходили в Нидерландах, России, Киргизии и Узбекистане. Асель Айдар, Нурлану Розалин, Марат Сагимбаев, телеканал ТВК-6. И это были все новости на сегодня. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова